очень классная так что ребята условия конкурса какие вы должны быть подписаны на канал на стандарт выходишь в город и думаешь да ну его в баню если снова обратно вернуться в эти времена то не очень-то и хочется так что пока еще поработаю лет шесть достал тот самый день новый год зима хочу тебе пожелать недвижимость дорогие машины пускай новом году все будет четко главное чтобы не вот так ну это в общем а все до тебя этого человека мы только что видели как он объяснял как работает на пароходе всякие механизмы вот это его обычное состояние дома добрый день ребята первый раз выбрался в город за пять месяцев на зима в полный рост то проехался по этим метро пробкам подышал этим воздухом в том году тоже так один раз выехал вдохнула потом три месяца кашлял что я хочу сказать что все-таки сидишь сидишь думаешь что может это море бросать потом когда уже приходит время выходишь в город и думаешь что ну его в баню если снова обратно вернуться в эти времена то не очень-то и хочется так что пока еще поработаю лет шесть где-то в одном из этих двориков в девяносто пятом году подавал я application форм на моториста с тех пор так и жду прошло уже сколько лет по 25 где-то скоро будет поэтому надо идти дальше рода уже конечно поменьше но тоже хватает нам налево за что хочешь когда вы первый раз построили фильм джуманджи помню это было давно и сколько лет было четыре года мы вас варили на английском языке да с субтитром изучали вместе как ты включил на джуманджи я ходил зов в джунгли зрители снова зашел к своему сыну в гости аж не узнал его без бороды ну расскажи что тебе случилось сколько ты дома сидишь пару месяцев а чего тебя с голосом на фальцет перешел вчера меня наконец-то забрали самого судна но к сожалению не в гостиницу на другое судно чтобы тут пересидел один день 1 января погулял хорошо не успел отдохнуть человек и тут на тебя такая засада надо ехать на собеседование выезжать 1 января 8 утра 2 проходить собеседование а вот тетрадочка ну я надеюсь у нас посвятит нас в эти все сложности вопросов ну че сегодня вот у меня на карточке деньги были я купил себе мерлин стендс за 20 долларов 20 долларов уже стоит прошел один раз так ну как бы для себя for those of you who don't know me my name is captain anderson and i'm here to talk to you about the growing problem of armed attacks on ships i'd like to start by showing you some statistics which show the frequency of these attacks i'll then go on to focus on one particular case which illustrates the speed at which armed attacks can occur finally i'll talk about the possible solutions for this worrying problem ну да не сколько процентов я могу задать но получилось сегодня 81 я надеюсь там не меньше ну мы ставим планку выше 86 а сдадим на 76 выше это ты ставишь планку выше у меня 93 было 96 я скатился чуть-чуть запишу что-нибудь в одессе как все происходит я тоже начал сильно рассылать аппликейшн формс но пока что прям усиленно тоже не охота никуда уходить да уже многие кланяются все подряд лежу и взяли бью чулон возьмите на судно буду два года сидеть не есть не пить ладно прощаемся мы с ним в смысле ты в рейс уходишь наконец-то я пошел погуляю пока ты уже и так долго гуляешь турники тебе не надо на турнички это все ерунда хорошо врач сказал ходить я и ходю все давай в общем в одессе запишешь как ты приехал доехал что сдавал пока свежо в голове на сколько процентов какие вопросики ответите ну и дай бог все служится пока хотел бы поздравить вас в этот день с наступающим новым годом и чтобы не было скучно так нас уже 16 тысяч человек разыграть еще один приз первый приз я разыграл очень давно на стадии зарождения канала это была карта которая купил в бразилии на пляже капакабана в рио-де-жанейро выиграл ее 1 яцков теперь он учится в морском лицее всем привет меня запятского один я тот самый человек который случайным образом выиграл карту конкурсе на канале будем надеяться что он пришлет видео обещал как проходит учеба и как какие у него планы на будущее это эта история описана у меня морских историях под номером 4 и денег на кармане не было мы там даже по моему матроса брали ему жена пересылала деньги он с карточки снимал то сейчас мы разыграем такой приз купил я в истории номер пять в буддийском монастыре кафешку заходить там посидим там посидим так всем кафешек зашли в итоге пришел я на пароход и уснул а это уж кстати я немножко перешибнул это был первый старший механик потом со вторым со вторым мы нормально вообще время проводили 7 месяца и это уже третий подошел в этом случае при третьем механе старшим механик смотрите фотографию очень это буддийские монахи сделали монастырь очень красивый и такая штучка в восточном стиле очень классная так что ребята условия конкурса какие вы должны быть подписаны на канал ну стандарт поставить лайк поделиться видео в соц сетях написать комментарии можно можете любой написать хотелось бы что чтобы вы хотели еще увидеть пока что эту профессию и с одной стороны и с другой и с третьей и с десятой что-то в будущем будет но может что что то еще там конечно не хватает интервью каких-то встреч людей это новых лиц но все это будет но может какие-то идеи еще сами посоветуете так что ребята пишите комментарии и где-то 31 видео выйдет парочку дней на комментарии и 2 января мы запустим розыгрыш этой чаши вазы не знаю как ее назвать так что до встречи подписывайтесь что ж ребята напоминаю условия конкурса напишите любой комментарий хотя бы одно слово подпишитесь на канал поставьте лайк поделитесь этим видео в соц сетях и все 2 января разыграем в случайном порядке потом списываемся с вами в соц сетях я отправляю вам заказ на почту и дальше от вас только остается его получить снять видео прислать мне на канал я его опубликую все всем спасибо еще раз с праздником